всем привет меня зовут лена и вы на канале магазина куга самокат точка ру который является официальным дилером электросамокатов куга на территории россии из комментариев под нашим прошлом видео с обзором куга кирин g2 pro я поняла что райдеры россии продолжают хотеть чего-нибудь помощнее потяжелее и побольше уж не знаю что за гигантомания такая ну вы хотите а мы исполняем так что встречайте куга кирин gx да это тот самый gx который начал продаваться в прошлом году но из-за каких-то неполадок с мотором его сняли с продаж вернули всем деньги за уже купленные самокаты и отправили дорабатывать и как только его новая версия снова появилась продажи она сразу же стала пользоваться большим спросом ну что ж давайте посмотрим что же здесь изменилось а что осталось прежним как и на прошлой версии тут два мотора по две с половиной тысячи ватт то есть общая мощность 5000 ватт он должен ехать практически в любую горку какую только можно найти а максимальная скорость заявлена 90 километров в час аккумулятор стал поменьше 30 ампер часов с напряжением 60 вольт конечно с такой емкостью батареи и с такой мощностью максимальный пробег на одном заряде будет очень очень сильно зависеть от стиля езды но заявлено что он может проехать до 100 километров колеса диаметром 11 дюймов с широкой грубой внедорожной резиной которая отлично гребет даже на влажном глиняном грунте клиренс 18 с половиной 19 сантиметров подножка казалось бы как всегда слегка выступают ниже батарейного отсека но если вдруг вы что-то зацепите она легко уберется и не будет мешать есть правда вероятность потерять пластиковый защитный колпачок мощная энергоемкая подвеска спереди пружинно-масляная амортизационная вилка которая отлично поглощает удар и регулирует отскок сзади сдвоенные воздушные амортизаторы которые также обеспечивают плавный ход в обе стороны дисковые гидравлические тормоза на переднем и заднем колесе ручки тормоза установлены на привычных местах задний под левую руку передний под правую прочный полностью металлический сварной батарейный отсек с огромной декой шириной 28 сантиметров и длиной 50 сантиметров покрытой противоскользящим резиновым покрытием есть правда одно но они зачем-то оставили в батарейном отсеке дырку в которой в прошлой версии располагалось отверстие для ключа зажигания вообще она была заклеена наклейкой но у нас она уже где-то потерялась несмотря на это уровень пылевлагозащиты указан по стандарту ipx5 сомнительно конечно в задней части деки есть красивейшая и удобная подножка для тех кто любит более активную езду по бездорожью в комплекте есть также сидение которое устанавливается на эту подножку а не на деку так что лишних дыр в батарейном отсеке не будет ну почти но это пожалуй единственный плюс этой сидушки она невероятно странной формы не особо-то мягкая неудобная и не регулируется по высоте как впрочем и высота рулевой стойки так что на мой взгляд сидушка абсолютно бестолковая да и вряд ли пожилые люди которым трудно передвигаться будут приобретать себе самокат с такой мощностью и весом 46 с половиной килограмм а с сидушкой все 50 но в остальном самокат попытались сделать компактнее у него как и у всех самокатов складывается рулевая стойка и даже рукоятки руля причем делается это довольно легко и без особых усилий для этого надо нажать серебристый фиксатор придерживая его поднять зажим снизу и потом полностью открыть замок убрав крепление сверху чтобы сложить рулевую стойку нужно потянуть на себя красный язычок после этого придерживая руль нажать на серебристый фиксатор и стойка опустится сама и с щелчком зафиксируется в сложенном положении чтобы разложить самокат выполняем все в обратном порядке в разложенном состоянии его высота также как и длина составляет около 130 сантиметров он с легкостью помещается самый обычный пассажирский лифт многоэтажки проводов на руле располагается достаточно много так как и дополнительного оборудования тоже немало но проводку пытались расположить максимально аккуратно скрипив все прикольными зажимами на три провода чтобы ничего не путалось замок зажигания теперь находится на перемычки между ногами амортизатора не самое удобное место но определенно лучше чем на батарейном отсеке посередине на руле находится небольшой монохромный дисплей зато он отлично читается даже на ярком солнце слева панель управления светом общая подсветка состоящая из небольших белых диодов в передней части и красных диодов задней части батарейного отсека горит всегда а при торможении задние огни начинают мигать выполняя роль стоп-сигналов верхняя кнопка позволяет управлять передними линзованными фарами белого цвета у них есть три режима которые включаются попеременно ближний свет дальний свет и стробоскопы ниже переключаются поворотники не знаю как в китае но в российской глубинке такая неоднозначная расцветка может спугнуть из кустов многочисленные антисоциальные элементы и кнопка звукового сигнала справа на руле находится все управление движением центральная кнопка включает самокат верхняя переключает на повышенную скорость нижняя на пониженную скоростей всего шесть включается gx всегда на нулевой скорости по сути это как нейтралка когда самокат включен но не поедет при нажатии на газ на 1 2 и 3 скорости подключается только задний мотор четвертая и пятая скорости это полноприводный режим довольно интересная и удобная задумка мне кажется а вот собственно само управление газом меня совсем не радует потому что сделано она в виде поворотной рукоятки как на мотоциклах вернее даже части рукоятки и это было бы неплохо на хорошо стабилизированном устройстве с фиксированной посадкой но думается мне не очень подходит для самокатов где корпус райдера весьма подвижен во время движения но давайте чтобы не быть голословной мы проверим это на практике погнали как и ожидалось ездить сидением оказалось не очень удобно единственный положительный момент который можно отметить это то что от сидушки до стойки руля достаточно много свободного пространства чтобы не биться ногами об руль но само сидение хотелось бы сделать значительно выше а руль наоборот пониже поэтому сидушку захотелось побыстрее убрать чтобы поездить нормально но не тут то было если сидя руль кажется высоким толстое он кажется чересчур коротким даже для моего роста 170 сантиметров и можно еще поспорить о том как ездить неудобнее ручка газа тоже доставляла сложностей помимо того что на ходу на кочках самому райдеру не просто удержать ее в одном положении чтобы сохранять равномерное движение так еще и само ускорение у самоката происходит как-то странно как будто пытались добиться плавного старта но вышло не очень при повороте рукоятки самокат сначала очень очень медленно трогается и секунды две-три тяги почти нет а потом он резко начинает ускоряться и когда ты чуть-чуть сбрасываешь газ тяга опять пропадает и начинается все по новой и добавляешь газ он не едет а потом резкий разгон получается ты дергаешься как будто в пробке на мкаде настроить равномерное движение с какой-то средней скоростью толком не получается у этой рукоятки есть только два нормальных положения когда самокат движется равномерно с постоянной скоростью можно либо катиться еле-еле на минималках либо выкручивать газ на максимум в идеале этот самокат предназначен только для того чтобы гонять не видя препятствий все остальное время ты крутишь ручкой как ну сами додумайте как кто с другой стороны эта проблема принципиально ощущается в городе на тротуарах и среди людей где сильно не разгонишься и постоянно приходится притормаживать и контролировать скорость а самокат этот задумывался но явно не для городской инфраструктуры ему какая-либо инфраструктура не нужна ему и наличие дорог то в принципе не обязательно мы например так и не смогли найти ни одной лестницы с которой бы он не съехал даже в подземном переходе пандус ему без надобности и ни одной горки в которую он бы не въехал тоже не нашли хотя мы очень старались такой самокат так и шепчет тебе но проверь проеду ли я ну давай давай заедем в какую-нибудь хрень он не просто съезжает с лестниц он в них еще и заезжает он с легкостью поднял нашего 100 килограммового оператора в самую крутую горку даже на одном заднем приводе с места и без какого-либо разгона и слишком плавный старт ему нисколько не помешал тянул как трактор чего уж говорить про полноприводный режим на нем самокат летает как бешеный даже пятую скорость не пришлось включать она нам понадобилась только для замера максимальной скорости нашему оператору удалось разогнать самокат до 71 километров в час на полном приводе и до 52 километров в час на заднем приводе сидя воблинг не ощущался а вот стоя стал немного заметен еще и все та же рукоятка газа которая приходится крутить не дает плотно держаться за руль и поначалу как это часто бывает на самом деле мы сильно обращали внимание на недостатки этого самоката тут было неудобно там было непривычно ну а потом за пару десятков километров привыкаешь и все кажется уже не таким уж и заметным достоинства напрочь перебивают мелкие недостатки почти безграничная проходимость сумасшедшая тяга пьянящее чувство скорости и адреналин его динамика и подвеска оставили нашего оператора под невероятным впечатлением я конечно не смогу описать его восторга но такие горящие глаза у него если и были когда-то тут только от первой версии g2 pro а ведь это самое главное чтобы вещь приносила вам положительные эмоции нам куга кирин gx дарила те эмоции на протяжении 62 километров мега активной езды что ж в общем это был бы отличный самокат если бы не пару странных технических решений лучше бы куга не морочили сиденьем но сделали бы нормальную человеческую высоту руля и не мудрили с управлением газа а поставили бы привычный для мощных самокатов лепесток под большой палец брать самокат определенно стоит но с учетом того что вам с большой долей вероятности придется это переделывать впрочем не слышала ни одного рассказа от владельцев тяжелых самокатов что я купил его и катаюсь как есть все и во всех самокатах что-то переделывают будь это самокат за 130 тысяч 150 или 300 если я права пишите в комментариях ну а я на этом с вами прощаюсь с вами была лена наш стеснительный оператор и магазин куга самокат берегите себя на дорогах и и до скорых встреч а а